Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица» в студии Анастасия Лисова. И сегодня мы поговорим о помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Белопольский, исполняющий обязанности министра труда и социального развития Краснодарского края. Сергей Викторович, здравствуйте! Добрый день! Вот скажите, совсем недавно в крае прошло совещание, на котором губернатор дал поручение обеспечить ветеранов жильем, практически всех ветеранов. Вот сколько сейчас стоит ветеранов на очереди и как это исполняется? Да, сегодня перед краем стоит обязательство по обеспечению 222 ветеранов Великой Отечественной войны. И мы по поручению губернатора до празднования Дня Победы обеспечим всех нуждающих ветеранов социальными выплатами на приобретение жилья. Собственно, они будут приобретены, это жилье. Но нужно сказать также, что жизнь течет, и те ветераны, которые даже не получили помощь от государства, имея свое жилье, оно со временем приходит в негодность и признается аварийным. И такие ветераны становятся на учет, и государство перед ними будет выполнять обязательства по предоставлению им нового благоустроенного жилья. Скажите, вот что нужно сделать? Какие документы подать? Куда обратиться? Вот расскажите полностью порядок и на приобретение жилья, и на ремонт. Порядок следующий. Ветеран обращается в орган местного самоуправления с целью постановки его на учет в качестве нуждающегося в соответствии с жилищным кодексом. После этого он обращается в управление социальной защитой населения по месту своего жительства с заявлением о предоставлении социальной выплаты. Все эти документы попадают в краевой орган именно в Министерство труда и социального развития. Там они проходят проверку, и после того, как мы даем заключение о том, что документы в порядке, с учетом тех средств, которые выделены из федерального бюджета, ветерану предоставляется уведомление, по которому он в течение 9 месяцев имеет право приобрести на средства социальной выплаты соответствующее жилье. После этого с нашей помощью, с помощью органов местного самоуправления, производится подбор необходимого жилого помещения ветерану. Он это жилое помещение приобретает, и в договоре указывается, что оплату по договору места ветерана производит управление соцзащиты непосредственно продавцу. То есть ветеран деньги не видит, соответственно? Ветеран деньги не видит, да, он выбирает жилье, заключает договор со срочкой платежа, и соцзащита, ну сегодня это в самые кратчайшие сроки, осуществляется, безусловно, производит оплату. Ну сегодня на каждое ведомство руководство нам поставило задачу не больше одного дня, поэтому в течение всего нескольких дней мы проводим проверку документов, и регистрационная служба, которая шляет регистрацию прав на недвижимость, также содействует нам в этом вопросе, очень быстро и оперативно производит все необходимые мероприятия, и мы имеем возможность сегодня, учитывая, что край средства получил в марте месяце, то есть вот 222 ветерана, на сегодняшний день мы имеем возможность обеспечить жильем, безусловно, с оформлением всех документов. Можно сказать, что они скоро заедут в новое жилье? Многие уже заехали, конечно. Скажите, вот следующий вопрос, а если ветеран не может самостоятельно подойти и оформить все документы, как это происходит? Ну, в управлениях социальной защиты есть ответственные лица, и все заявления формализованы, безусловно, вся необходимая помощь для того, чтобы максимально быстро, в том числе и с выездом на дом, к ветерану обеспечить предоставлением необходимых документов, заявлений, всевозможных справок, которые необходимы, и эта помощь, безусловно, оказывается. Я так понимаю, ветерану достаточно сделать буквально один звонок, и к нему приедут специалисты и помогут все сделать. А насчет ремонта, та же самая схема? Ну, ремонт сегодня, да, многие органы местного самоуправления осуществляют по своим утвержденным программам ремонт жилья. Да, у всех они различны, различные средства, различные условия, но такая работа тоже в крае ведется, безусловно. Все-таки нуждаемость ветерана подразумевает именно предоставление нового жилья. Конечно, на это ориентирована сегодня политика государства, и те ветераны, которые действительно нуждаются, они обеспечиваются жильем. Вот скажите, кроме жилья, какая еще социальная поддержка существует для ветеранов? Ну, то есть, мы же их чествуем не только в преддверии 9 мая, а весь год. Что еще делается? Безусловно, но нужно понимать, что ветераны Великой Отечественной войны, это, конечно же, уже граждане преклонного возраста. И поддержка осуществляется и по линии пенсионного фонда, они имеют право, инвалиды Великой Отечественной войны, на две пенсии. По линии социальной защиты мы предоставляем выплаты, там, от 3 до 16 тысяч, в зависимости от группы инвалидности, за вред здоровью инвалидам, которые получили травму в боевых действиях. Безусловно, это и социальное обслуживание, льготное социальное обслуживание на дому. И сегодня по поручению губернатора мы выйдем с инициативой законодательного собрания края, чтобы ветеранов Великой Отечественной войны полностью освободить от оплаты за социальное обслуживание на дому. Да, такая инициатива будет направлена. То есть сейчас есть какая-то оплата? Да, сейчас есть оплата, ну она различная, в зависимости от набора услуг. Набор услуг может различный, потому что социальное обслуживание, разносторонняя работа, она заключается и в непосредственной помощи в быту, да, это и приобретение лекарств, это и приготовление пищи, мытье полов, скапка огородов, все что угодно может. Да, спектр услуг широкий, на каждой есть свои тарифы, но ветераны сегодня пользуются этими мерами поддержки в льготном порядке, и вот мы планируем их полностью освободить от уплаты за социальное обслуживание. А когда примерно, в какие сроки можно этого ожидать? Ну, все, что необходимо, мы сегодня уже сделали, внесем в ближайшее время такую инициативу законодательного собрания Краснодарского края, ну, я думаю, там будет рассмотрен этот вопрос, и мы сможем уже в ближайшее время порадовать наших ветеранов. У вас есть информация, сколько одиноких ветеранов, ну, вот кого вообще нету, родственников и близких? Вы знаете, сегодня у нас на обслуживании, на надомном социальном обслуживании находится 790 ветеранов Великой Отечественной войны, плюс 40 ветеранов находятся в наших стационарных учреждениях. Нужно сказать, конечно, что большинство из них, это, безусловно, одинокие люди, которые нуждаются в помощи государства, и наша задача сегодня, безусловно, ее оказать им, и мы это делаем. Скажите, вот кроме этих услуг, ну, то есть ветераны, наверное, хотят отдохнуть, может быть, побывать на местах боевой славы или получить какие-то другие вот виды услуг. Есть что-то в этом? Да, конечно, у нас краевой программой «Старшее поколение» предусмотрено такое мероприятие, как социальный туризм. Это когда вот наши уважаемые ветераны, в том числе, участвуют в туристических поездках по краю, по местам, в том числе и боевой славы, и другим местам, которые славится наша Родина. Поэтому это есть. Плюс в органах социальной защиты есть учреждения, которые находятся в поселке Головинка, города Сочи, где в стационарных условиях они могут в течение 15 дней отдохнуть, подышать чистым морским воздухом. Там же осуществляются пешие прогулки, экскурсии всевозможные, автобусные, ну и некое лечение, такое как массаж, фитотерапия и так далее. То есть вот по возможности те граждане, которые не потеряли способность к самообслуживанию, могут оздоровиться и в нашем учреждении. Ну я так понимаю, это бесплатно, да? Да, конечно, конечно, это бесплатно. А вот скажите, помните, раньше было такое тимуровское движение, ну я лично сама ходила и помогала бабушкам и дедушкам, мы ли убирали. Сейчас это как-то есть? Может быть, соцзащита тоже как-то за этим следит, совместно работает со школами? Да, ну вот по линии нашего направления труда и занятости совместно с образованием мы проводим такую акцию, как «Новые тимуровцы». Она заключается в том, что подростки возрастом от 14 до 17 лет устраиваются на работу и с помощью центров занятости оставляют мероприятия по работе и с, в том числе, ветеранами Великой Отечественной войны. Работа заключается в помощи каких-то бытовых вопросов, многие обращаются за помощью в уборке мест захоронения своих родственников, ну и другие какие-то мероприятия. Да, мы это делаем сегодня. А вот, ну, как бы вопрос следующий, хватает ли сотрудников в целом именно в соцзащите для того, чтобы охватить всех ветеранов и оказать им помощь? Да, сотрудников сегодня в соцзащите хватает, и мы, те задачи, которые перед нами стоят сегодня по обеспечению, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, заботой государства, мы обеспечим в полном объеме, с этим у нас проблем нет. А вот тимуровцы как-то помогают? Вернемся к этому вопросу. Насколько дети хотят помогать и участвовать в таких акциях? Вы знаете, и глава региона постоянно говорит, что нам очень важно не утратить вот эту связь поколений. Ведь, по сути, мы имеем уникальную возможность сегодня из первых уст получить информацию об истории, о том, что действительно тогда произошло. Поэтому политика сегодня и органов власти, и всевозможных институтов гражданского общества, и средств массовой информации направлена на то, чтобы максимально обеспечить участие ветеранов Великой Отечественной войны в жизни нашего подрастающего поколения. Конечно, это очень важно и в духовно-нравственном воспитании наших детей. Возраст от 14 до 18 лет — это не обязательно школы. Ну хорошо, вот если вот у меня моя старшая дочь захочет помочь ветерану, она куда должна обратиться? Она обращается в центр занятости. Она обращается в центр занятости по месту своего жительства. Центр занятости собирает эту информацию. Вот. И потом в муниципалитетах созданы специальные комиссии, которые занимаются поиском вот этой временной работы. Значит, и совместно с центрами занятостями по обращению либо родителей, либо самих подростков организуются эти работы. Но, соответственно, детям платят за это деньги. Детям платят за это деньги, да. А вот есть какие-то акции, где совершенно это безвозмездно, как раньше было в советское время? Ну, вы знаете, безвозмездно все-таки, наверное, это какие-то мероприятия, которые могут проходить в период летних каникул, там, межсезонных каких-то каникул в школах, да, по линии образования. Конечно же, такие мероприятия, я думаю, организовываются. Вот. Но что касается нашего направления, это, безусловно, оплачиваемая работа. Да, поэтому это... Сегодня те подростки, это уже подростки, возраст уже, 14-18 лет, те, которые хотят иметь какие-то свои средства, безусловно. И если мы имеем возможность сегодня им оплатить их труд, хоть, может быть, и не в большом размере, но, я думаю, это значимо и для них является определенным стимулом. На 9 мая какие подарки предусмотрены, вот кроме тех льгот, ветеранам? Вы знаете, вот наш губернатор нацеливает нас на работу, которая должна заключаться не только в помощи ветеранов в преддверии празднования Великого Дня Победы, но и, конечно же, эта работа должна проводиться системно и постоянно. Поэтому, я еще раз говорю, те ветераны, которые находятся у нас на социальном обслуживании, в стационарных учреждениях, мы стараемся максимально проявить к ним заботу, максимально предоставить все необходимые бытовые, удовлетворить все их бытовые нужды, в которых они нуждаются. Нужно сказать, что и они не отстают. Сегодня у нас многие ветераны участвуют в художественной самодеятельности. Да, во всех стационарных учреждениях мы проводим праздничные мероприятия, это и вечера памяти различные, различные концертные программы, куда приглашаем в том числе и детей. Сегодня мы должны помнить о том, что у нас есть еще и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые по тем или иным причинам остались без попечения родителей. И сегодня им нужно уделить особое внимание именно духовно-нравственному, их воспитанию. И вот встреча с ветеранами, это именно та основа, которая лежит в этой работе. Поэтому на это мы нацелены, это мы сегодня делаем. И возвращаясь к празднованию, нужно сказать, что у нас во всех учреждениях запланированы праздничные мероприятия, концерты с привлечением детей, с участием самих ветеранов, которые могут и танцевать у нас, и петь, и играть на различных инструментах. Да, это и чаепитие, безусловно, это сладкие столы. И каждый ветеран, который находится у нас на социальном обслуживании, в учреждениях получит продуктовые наборы и подарки. Сергей Викторович, спасибо большое за беседу. Спасибо за то, что рассказали все подробно о том, как действовать в ситуациях и как вы заботитесь о ветеранах. Это была программа «Город действующие лица». Сегодня мы говорили о помощи ветеранам Великой Отечественной войны. От лица всей редакции я хочу поздравить фронтовиков с Великим Днем Победы и, самое главное, пожелать им здоровья. Всего доброго, до свидания.